Январь 2003 года. Маленькая Анжела Вавилова задувает пять свечей на своем тортике. Увы, первый юбилей стал последним. Диагноз лейкемия. Анжеле требовалось полное замена костного мозга. Операция в Германии стоила 15 тысяч евро. Родителям удалось собрать половину этой суммы. После сюжетов на местных каналах семье Вавиловых стали помогать простые казанцы. Подключился и Минздрав, выделив более полутора миллионов рублей. Необходимая сумма была собрана в кратчайшие сроки. Но Анжела все-таки умерла 6 февраля 2003 года. Мы были шокированы той добротой людей, которые отнеслись к нам, когда узнали, что наша дочь больная. И когда, конечно, это тяжелая для нас утрата, но когда ее хоронили, весь двор был полон. Люди пришли провозить. Она шла последний путь по живым цветам. Большое вам спасибо, люди. Большое вам спасибо. И тогда родители Владимир и Марина решили создать благотворительный фонд имени своей дочери. Средства, собранные при этом концерте, идут на акции. Уже в первый год существования фонда Владимир Вавилов организовал десятки благотворительных концертов и акции. Вот, например, октябрь 2003-го визит в онкологическое отделение ДРКБ. Маленькие пациенты получают одежду, продуктовые наборы и денежные пособия. Спасибо большое фонду за то, что они нас постоянно и поддерживают, и нам предоставляют такую радость. Фонд за очень короткое время смог привлечь внимание общественности республики в сложнейшей, тяжелейшей и нередко трагической проблеме лечения этих больных. Если эта проблема раньше была чаще всего действительно трагическая, то сейчас у детей появились реально шансы на излечение. Самое главное детище фонда создание детского хосписа для безнадежно больных пациентов стало возможным через 10 лет. При поддержке президента Татарстана на базе детского санатория на улице Королева в Казани было открыто уникальное медицинское заведение – детский хоспис. Аналогов в России больше нет. Вот теми двумя палатами, которые мы сегодня открываем, мы не ограничивались. И чтобы следующие палаты как можно скорее появились. И еще одно радостное событие случилось 10 февраля 2012 года в день открытия первого в России детского хосписа. Марина и Владимир Вавиловы стали бабушкой и дедушкой. Серьезно? Вот сейчас. Да вы что? Владимир Владимирович уставляет.